Доброго времени суток, YouTube! Сегодняшнее видео посвящено моей летней коллекции лаков для ногтей различным предметам, которые помогают мне в последнее время в уходе Будет что-то новое, будет также то, что вы уже когда-либо, где-либо видели, может быть, в моих покупках Итак, вот здесь у меня в коробочке я отобрала те оттенки, которыми я буду пользоваться чаще всего Не могу сказать, что мне не приспичит что-нибудь попробовать новое Но пока это достаточно спокойная пастельная гамма без каких-либо таких сильных ярких уклонов Ну, может быть, один лак, который я использую чаще всего не для маникюра, а для педикюра сюда затесался Итак, немножко начну сначала с уходовой, скажем так, части В принципе, ничего не изменилось Я по-прежнему пользуюсь жидкостью для смягчения или как это называется, гель, да, для смягчения кутикулы от Sally Hansen По сравнению с остальными размягчителями кутикулы это то, что мне нравится больше всего, действует лучше всего цена нормальная, расход нормальный ну, и, в принципе, я считаю, что этих плюсов достаточно Значит, то, что появилось у меня нового это баф-пилка и вот такое вот масло для смягчения кутикулы Я могу сказать, что раньше я пользовалась только вот такими вот тоненькими пилочками как видите, они совсем-совсем тоненькие это мягкая пилочка ну, в данном контексте у меня диваж но они очень быстро приходят в негодность да, у меня есть металлическая пилочка но могу вам сказать, что металлические пилки сейчас тоже пошли не те на них идет напыление, алмазное или еще какое-то, я не знаю но раньше, я вот еще помню эти времена, в советское время на металлические пилки не наносились никаких напылений на них наносились бороздки вот одна из таких пилок живет у моей мамы и сколько я себя помню, а мне уже, ого, сколько лет она никогда не стачивалась с ней вообще ничего такого не происходит то есть эти бороздки, они как-то более мягко действуют и они не портят ноготь и не спиливаются сами по себе а вот все напыления с металлических пилок они тоже потихонечку уходят, отваливаются или стачиваются ногтями да и вообще, конечно, металлические пилки не самый лучший вариант для ноготков если брать, например, стеклянные пилки я люблю стеклянные пилки но чаще всего ношу их с собой просто в косметичке, но не очень часто ими пользуюсь мне не нравится само ощущение когда я себе подпиливаю ноготки странное чувство ну это из разряда различных фобий скорее всего, это как вот железом по стеклу водить мне прислали вот такую вот пилочку от Ego Mania и для начала она мне показалась удачной ну в том плане, что размер у нее небольшой но она мне показалась какой-то слишком толстой а так как я подпиливаю ноготки очень много сбоку именно, потому что у меня ноготь расширяется ближе к кончику то мне она показалась неудобной в этом плане и я подумала, что вряд ли я и смогу качественно выполнять маникюр потому что просто я не смогу подпиливать ногти с боков но я ошибалась пилочка прекрасно справляется со своими функциями долго думала, я не могла понять почему а потом поняла внутренняя пластиковая сама форма которая находится между двумя слоями собственно говоря, с напылением она уже, чуть-чуть уже и как бы утоплена вглубь поэтому у меня получается совершенно нормально подточить ноготок именно сбоку придать ему более, скажем так, вытянутую форму убрать вот эту вот трапецию ну конечно, эта пилка также не избежит того, чтобы ее со временем выбросить и мне понравилась ее зернистость так что сейчас эта пилочка достойно заменяет мои чуть более крупные, да, их собратья вот, и я делаю маникюр основной именно ей следующая вещь, о которой я хочу рассказать это баф для маникюра в принципе, ничего особенного в бафах нет все мы пользуемся брусочками вот этими баф-то, кстати, тоже от компании Ego Mania все ссылки, где я заказывала эти продукты я оставлю внизу, в инфобоксе под видео я пользуюсь бафом прежде всего, чтобы убрать махристость ногтей после основного подпиливания то есть не обязательно я ей шлифую ноготки и третье, что я хотела рассказать из уходовой косметики именно для ногтей это вот такое вот масло тоже от компании Ego Mania как видите, я им пользуюсь достаточно часто у него уже начала потихонечку отслаиваться наклейка чем оно мне понравилось? понравилось именно тем, что оно крайне удобно в нанесении в масле нет кисточки как это, в общем-то, принято, да то, к чему я привыкла нет пипетки, которая бы была на колпачке а именно сам-сам дозатор сам носик является очень хорошим дозатором расход крайне экономный ну и последнее, что я уже приобрела это жидкость для снятия лака LASKA честно говоря, я достаточно долгое время пользовалась жидкостью для снятия лака от Сали Хансен но немножко разочаровалась в ней в том плане, что она не всегда хорошо справляется с трудно смываемыми лаками с различными эффектами, с блестками собственно говоря, сама коллекция лаков все очень просто показываю с самого темного обычно я им не пользуюсь на руки летом это только для, в данный момент, для педикюра почему-то он мне нравится я не знаю, этот лак у меня уже очень давно это Жаде номер 367 хорошо он, в принципе, сохнет, хорошо держится на ногах да, и почему бы и нет он, конечно, желтит ноготки поэтому обязательно нужно использовать под него какую-нибудь базу из такой розовой серии представлены также у меня Жаде из этой же серии Crystal Glow Enamel номер 368 Marshmallow называется лак сегодня он у меня и на ноготках тоже представлен красивый, такой розовато-персиковый цвет давно я такой лак искала и хотела из розовой, но более холодную серию я выбрала Orly 40382 ну, в общем, Everything's Rosy вот такой лак холодного розового оттенка под многие вещи он мне подходит и зимой я его тоже очень часто использую не могу сказать, что он хорошо держится на моих ногтях да, в принципе, на моих ногтях все лаки держатся достаточно плохо ну, а сейчас пойдут лаки от компании Lesil наверное, не знаю, как правильно читается в общем, они французские ну, написано, что сделаны во Франции я их покупала на Кипре это было, о боже ты мой это было 3 года тому назад но могу сказать, что они за это время не высохли хотя я аккуратно слежу за горлышком всегда протираю ну, вот начну, пожалуй, вот с такого сиреневого это номер 765 Fistl называется номер 946 Light Turquoise такой вот мятный бирюзово-мятный очень красивый цвет он тогда только вошел практически в моду но он и не выходит из моды держится до сих пор очень он мне нравится еще из этой серии тоже номер 920 Azur вот такой лазурного цвета нежно-голубой зеленый, травянистый зеленый номер 960 Green Yellow ну и последний тоже раз уж мы в зеленую гамму ушли это тоже Жаде номер 390 Пати Минт тоже мятный, но больше уходящий в зеленый цвет почему-то мне показалось, что он тоже очень красивый и на руках он неплохо выглядит кстати говоря, все показанные мной лаки я наношу в два слоя они, если первый слой может слегка полосатить то второй это прекрасно все перекрывают ну и последний лачок это, в общем-то, не отдельно используемый чаще всего я им покрываю два пальчика или один пальчик безымянный это Pupa Glitter Nail Polish Smalto Glitter номер 212 самый-самый обычный серебристый нравится он мне в использовании трудно он смывается но зато дает очень красивый глиттерный блеск на ноготках собственно говоря, вот вся моя коллекция для ногтей коллекция летних лаков как-то я к ярким, наверное, не очень как вы заметили, у меня нет ярко-красного лака хотя он в моей коллекции и есть, но использую я его все-таки достаточно редко большое вам всем спасибо за внимание найдите меня в твиттере я есть вконтакте и в инстаграме всем всего самого доброго и пока!